Мясных королей задержали в Мёрзком районе. В операции принимали участие финансовая милиция, КГБ и ОМОН. Организованная преступная группировка больше двух лет проворачивала махинации с продукцией крупного рогатого скота. Говядина и телятина, купленная в Беларуси по бросовым ценам, потом нелегально уходила в Россию. У мясных дилеров были и свои постоянные клиенты. Только за полгода на мясных потоках члены группировки заработали 2 миллиарда рублей. Не удивительно, что уже в первые дни расследования подозреваемые возместили большую часть насчитанного ущерба. Однако финансовые милиции не исключают, что кто-то из участников ОПГ всё ещё остаётся в тени. Тему продолжит Александра Штемплевская. Вот так мясных королей разбудил стук в дверь и плохие новости. Все три участника группировки были задержаны у себя дома. И таких гостей, конечно, не ждали. Ещё бы. Почти три года мясо перепродавали и добро наживали. Работали не только в родном Мёрзком районе, но и в соседних со всеми, кто был готов побросывать цене продать коров или быков. Данное мясо крупнорогатого скота приобреталось членами организованной преступной группы в сельскохозяйственных предприятиях. Колхозы, совхозах Витебской области. В дальнейшем происходил её убой, разделка, предварительное хранение, обработка и дальнейшая реализация крупным клиентам, в том числе субъектным хозяйствами, для последующего вывоза за пределы с публикой Беларусь. В таких условиях говядину хранили. А вот, видимо, и цех разделки. Какого качества получался продукт, можно судить по видео. Впрочем, те, кто покупал мясо у серых продавцов, это не смущало. Дешёвая говядина уходила в Россию, в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Выгоду от бизнеса на костях получали все. Только за полгода доход местных дилеров составил 2 миллиарда рублей. Пришло время платить по счетам. В отношении участников данной группы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Незаконная предпринимательская деятельность совершённо организованной группой. За данное преступление предусмотрен максимальный срок наказания до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Интересно, что только за первые два дня следствия участники группировки уже возместили 600 миллионов рублей ущерба. По информации ДФР, за три года у местных королей появилась недвижимость и дорогие машины. Сейчас на всё это наложен арест. Проверка по делу ещё продолжается, поэтому в материалах может появиться как скрытое имущество участников группировки, так и ранее неизвестные сообщники. Ведь мясной бизнес в этих краях приносит хорошие доходы и популярен у подобных аферистов. Только в Мёрзком районе за последнее время задерживали две таких же преступных группы. Александра Штемпревская, Виктор Шпак и Сергей Пальцев. Зона Икс.